Поговорим сегодня о том, о чем точно нельзя писать на Яндекс.Дзене. Нельзя не в том плане, что это как-то запрещено, ну то есть мы не будем затрагивать темы, которые там 18+, которые как-то нарушают правила площадки, которые прописаны прямым текстом в правилах, что они запрещены. Это мы не затронем. Мы затронем немного другие темы, на которые если писать, то ничего хорошего из этого не получится. Ну то есть пишешь на нее, а у тебя ни охватов, ни дочиток, либо охваты дочитки есть, но денег это не приносит. Вот, а это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. Вообще проблема выбрать темы, она довольно-таки животрепещущая. Она чаще всего возникает перед двумя типами авторов. Первый тип авторов это начинающие, которые только заходят на площадку, они думают о чем же начать писать. И второй тип авторов это, которые пишут-пишут, у них нет никакого результата и они думают, а не сменить ли мне тематику. Понятное дело у тех, у кого все хорошо, они как бы этим не будут заниматься, разве что если им нужен второй канал. Ну так вот, и первый, и второй тип авторов делают одну и ту же ошибку. Они берут и пишут просто обо всем. Я много раз говорил, что канал обо всем это канал ни о чем. Обычно эти каналы называются что-то вроде интересные факты, самое интересное на планете Земля, обо всем интересно, занимательные факты. Ну то есть уже из названия понятно, что никакой конкретики. Канал обо всем, канал ни о чем. Почему такие каналы часто не получают охвата? Причина технологическая. То есть допустим, вы пишете статью на тематику про космос, там, масса солнца, например. И люди, которые заинтересованы этой массой солнца, они естественно перешли, прочитали, хотя тема и не очень популярная. Кто-то отлайкал, кому-то показали, следующая статья у вас примерно такая же. Вы пишете, аудитория заинтересованная уже как-то собирается, а в следующий раз вы пишете, не знаю, и то есть той аудитории, которая у вас была, и которая была заинтересована наукой, Дзен теперь показывает статью про красоту и моду. Естественно, этой аудитории такая тематика не очень интересна. Ну то есть, если у вас сборная солянка, то аудитория все время будет путаться. Понятное дело, что Дзен тоже не дурак. Он как бы по тегам ориентируется, кому показывать вашу статью, кому не показывать, где заинтересованная публика, где не заинтересованная. Но даже ему требуется время, чтобы как-то подобрать эту аудиторию, которая будет вас читать. А вы этого времени просто ему не даете. И я тут знаю, о чем говорю, потому что мой первый канал Игорь Кретов, который я завел, я так и подумал, я был новичок, не знал, о чем писать. Думаю, ну раз я новичок, вот буду писать какие-то статьи и буду смотреть, какие аудитории нравятся, какие не нравятся, и уже на основе этого выберу тему. Не надо так. Потому что объективно оценить все равно не получится. Дзен начинает показывать ваши статьи одной аудитории, вы думаете, о, прикольно. Вы можете в это время написать другую статью, которая действительно могла бы выстрелить, но старая аудитория ее просто не читает, и вы думаете, что эта статья вообще не интересна людям. На самом деле нет, это не объективно. Поэтому лучший вариант, когда выбираете тему, во-первых, понять, что вам самим интересно, что вы пишете, что вы будете писать. Во-вторых, посмотреть каналы ваших конкурентов, читают ли их, не читают. В разумных пределах даже довольно узкоспециализированная тема будет лучше, чем каналы обо всем. Ну и второй момент, на канале обо всем у вас будет проблема с подписчиками. Потому что люди, опять же, которые подписались почитать про массу Земли, увидят, что у вас там разные статьи, скажем, на 100 статей, которые там выложены, их интересует 5 статей. И ради 5 статей они не будут подписываться на ваш канал. Вот если у вас канал, скажем, ну начали вы писать про массу Солнца, так пишите, не знаю, про науку. И тут можно, в принципе, сужать тематику, расширять тематику. Например, масса Солнца значит канал про космос, космос значит наука. То есть канал про науку, вы, в принципе, можете взять широкую тематику, широкая тематика наука. И там можно освещать такие довольно конфликтные темы. Ну и в плане того, что там есть какой-то конфликт мнений, и людям это интересно будет читать. Ну вот как пример, допустим, были ли американцы на Луне? И у вас будут комментаторы, которые будут утверждать, что не были. Будут комментаторы, которые будут утверждать, что были. То есть, в принципе, уже интересная статья получается. На самом деле, кстати, американцы были на Луне, это правда. А все, кто говорят, что не были, ну, блин, вы отстаиваете антинаучную ересь. Ладно, это отступление Вот, так что четко сразу определяйтесь с тематикой и пишите Перед этим, естественно, нужно изучить те тематики, которые более прибыльные И те тематики, которые не очень прибыльные Многие ведь еще как делают? Пишут, пишут, пишут И тематика вроде хорошая, и тематика вроде интересная Но дохода особо не приносит, дочитываний особо нет И люди думают, что они, скорее всего, выбрали не ту тематику И решают ее сменить Либо начинают, опять же, писать и делать вот эту сборную солянку Но часто бывает дело не в том, что тематика не та Это я просто наблюдал совсем недавно, такой пример Тематика-то в целом хорошая Просто человек не очень хорошо пишет Просто человек подбирает не те заголовки Просто человек не может заинтересовать аудиторию Я говорил и говорил, что в принципе можно практически на любую тематику Интересно писать и заинтересовать читателей Другое дело, что не все могут это сделать Ну и в выборе тематики лучше ориентироваться на то Вам самому она интересна или нет Можете ли вы делать там уникальные фотографии или не можете Понятное дело, что на исторических каких-то каналах Очень трудно самому снимки делать Но вот если у вас что-то вроде личного блога, то пожалуйста Такие каналы и попадают в нирвану И у них есть один очевидный плюс Там можно писать практически на любую тему То есть канал как бы ваш, авторский Но можно затрагивать интересные аспекты из разных сфер жизни Другое дело, что все равно должна быть выдержана общая концепция Скажем, ведете вы свой личный блог, но про путешествия Либо ведете свой личный блог, но про строительство Можно, конечно, вести что-то вроде дневниковых записей Типа проснулся с утра, поел, но кому такое будет интересно Но такая концепция это не концепция, когда вы пишете обо всем подряд Помимо того, что не стоит писать обо всем подряд Не стоит также писать про личную жизнь звезд Вот эти все каналы там про, не знаю, таких персонажей Там личная жизнь Галкиных, Пугачевых Там вот Лайм Вайкули и других звезд телеэкрана Такое вроде бы должно пользоваться популярностью По телевизору уже смотрят, все эти пусть говорят Все эти там жизни звезд, опять же Вроде должно пользоваться популярностью Но, во-первых, это не приносит денег особо Во-вторых, Дзен расценивает ваш контент как немного желтый А иногда и как полностью желтый В-третьих, ничего вы нового там не придумаете Все ваши статьи будут каким-то рерайтом статей из интернета А Дзен это, опять же, не очень любит Ну и нужно оно вам Ну и как бы самое главное, вы портите площадку Таким вот не очень качественным контентом Низкоуровневым вы, по сути, ее Превращаете в какие-то желтые страницы Только интернет-издания Ну и понятное дело, что с таким контентом в нирвану не попасть Никто вас туда не возьмет Не нужно превращать Яндекс.Дзен в аналог пусть говорят Другое дело, что ваши статьи на Яндекс.Дзен На любую какую бы ни было тематику Хоть по истории, хоть личный блок Должны быть, чтобы заинтересовать аудиторию Немного на грани То есть, немного интригующий заголовок Не кликбейтный, но рядом Статья вроде не желтушная, но тоже рядом А все почему? Да потому что аудитория Дзен Это, ну скажем, 40 плюс люди Это может быть не филиал одноклассников Но интересы у них часто очень похожи И если хочешь заполучить внимание аудитории То тут нужно представить такого вот человека с советской закалки Что интересно человеку с советской закалки Понятное дело, что с одной стороны ему, конечно, интересны Все эти звездные скандалы Вот эти все пусть говорят Но, как я уже сказал, туда лезть не стоит С другой стороны, этому человеку могут быть интересны Какие-то технические новинки Какое-то строительство Какой-то научный контент Понятное дело, что и мракобесов всяких много И в связи с этим, опять же, не стоит начинать всякие каналы Про всякую психологию Ну, в том формате, что Пять стратегий жизненного успеха Как разбогатеть за неделю Там и всякое такое Есть разделы психологии Опять же, с налетом желтизны Которые немного в уклон, пусть говорят Которые могут на Дзен выстрелить Но там они, опять же, граничатся с взаимоотношением полов Затрагивают немного тему измен Но измены на Дзен запрещены Если вы не знали И вашу статью за это забанят Вот, а те статьи, которые набирают популярность Они вроде как эксплуатируют эту тему И вроде как ее не затрагивают Тут нужно еще уметь Понятное дело, что так же, скорее всего Не выстроит канал про аниме, мультфильмы Всякие молодежные направления Будут не очень востребованы Это я вам все, конечно, говорю про собственный опыт Возможно, где-то есть каналы Которые вот более-менее успешны В данном направлении Но я таких не видел Поэтому, на мой взгляд Все же стоит задуматься О том, что интересно человеку с советской закалки И многие тут могут возразить Сказать, ну как же, канал про путешествия Насколько интересно такому человеку Читать про путешествия какой-то там Маша из Ивановска Но, как показывает практика Маша из Ивановска Может прекрасно писать статьи на Яндекс.Дзен Например, про то, как она слетала в Турцию И что ей кричали вслед турки Набирает прекрасно Это я почти реальный пример Привел из ленты Яндекс.Дзена В общем, аспектов, нюансов здесь очень много Писать можно практически про все Но некоторые темы более популярны Некоторые темы менее популярны Единственное, что я вам уже сказал Обо всем подряд на одном канале не стоит писать Писать можно обо всем, но не на одном канале Вот как Ну и откровенно, желтый контент тоже выдавать не стоит Ну хотя бы просто потому, что вы на нем не заработаете Делайте качественно Делайте интересно Делайте, чтобы вас читали И тогда дела у вас пойдут в гору А качественный контент Это уникальные снимки Уникальные тексты Уникальная идея Вот Ну а у меня на этом все Подписывайтесь на мой канал На инстаграм Тоже подписывайтесь До новых встреч Пока Пока